И вот как получается, да, я не в городе сейчас занимаюсь, а мне чаще звонят из села, потому что что мне сложного приехать на село и показать то, что нужно, тем более зная про замечательные цены. Ну про цены ничего не буду говорить, хотя смысл-то в принципе очевиден. Что у нас в городе творится с арендой, плата, я вообще не понимаю, но в итоге платите вы. Вот, естественен вариант, да, когда вы можете в городе купить то, чего здесь нет, это вот всякие холодильники там, стиральные машины и все остальное. Да, здесь этого нет, но с другой стороны сюда вы можете приехать и купить абсолютно недорогие вещи для дома, причем абсолютно недорогие вещи для дома вам предлагают магазин изобилия. Это бытовая химия, все, что вам нужно, а как сюда приехать, это Агаповский центральный рынок, вот, зайдите, право-направо поверните и увидите. Изобилия много не бывает, потому как всегда хочется, но ведь вам надо понимать, чего хочется. Если это изобилие для дома, то его можно купить. И мы не про изобилие в драгоценностях и золоте, потому что ни травы, ни другого в России нет. Золото, в половину заплавленное с медью, камушки маленькие такие, и вы хотите это брать? Ну, ваше право. Мы про другое. Изобилие за сумму небольшую, не ударяющую ваш бюджет. Конечно, важно понимать и хозяина, но не в вашем кошельке он копается. Здесь вы не платите за аренду. Аренда – это очень большая составляющая ваших покупок. Вы видите эти корпуса зданий, вы за них платите. Может, не стоит, а? Все, что производится в городе, оплачивается вами, обыкновенными горожанами. Надо? Нет. Проще за город, там и дешевле. Проще купить у китайцев качество в мороз и носить, чем тоже в маркетах. Да не хочу я ничего платить. Таков я. Да, здесь у нас супер, у нас большая разновидность товара, очень большой магазин. Так что мы просим наших покупателей, чтобы к нам приходили. Цены у нас намного ниже, чем в городе, потому что у нас есть такая закономерность у предпринимателей в Агаповке, что мы стоимость товара не включаем в нашу арендную плату. То есть с этими вопросами мы сами справляемся, и поэтому ценник у нас намного ниже. То есть надо объяснить, что мальчики и девочки, вы обязательно не тусуетесь в городе, да? Что такого проехать? 10 километров, проблем-то нету. Да, проблем-то нету, поэтому в наш магазин, если зайдете, можно приобрести все, что угодно в вашей душе, начиная от детских товаров, взрослых, хозяйственных, бытовой химии, сувениров. Очень много сейчас завезли товара на Новый год, пожалуйста, приходите все за подарками. Хорошо. А вот, допустим, я хочу небольшую елку купить. Сколько это будет стоить? Пожалуйста, елочки у нас есть разные. От 20 сантиметров до полутора высотой. Ну, допустим, самая дорогая елочка будет стоить, ну, 1200. Пушистенькая, зелененькая. Все, что нужно на нее тоже здесь есть. Все, что нужно на нее тоже есть. Игрушки елочные от 50-40 рублей. Мишура от 20 рублей. Дождик от 5 рублей. Пожалуйста, приходите. А если я хочу что-то купить, ну, в смысле, одеяло и все остальное, или я хочу купить шерсть? Пожалуйста, в нашем магазине это тоже все присутствует. Полностью весь выбор комплектного белья от полуторок до евро размеров. Пледы, одеяло, подушки разные наполнители, синтепух, обычный эконом-класса подушки, бамбук, что угодно. Ну, холофайбер, что хотите? Все это у нас есть? Ну, а что вы хотите? Я вам как-то показывал магазин в гараже. Так вот здесь тоже, только больше и сытнее. И цены вас не просто удивят. Вы сюда и приедете. Потому что выгода Агаповского рынка очевидна. Здесь все в разы дешевле. А зная то, что над вами решили приколоться, так давайте это сделаем из государства вместе. Вместе завалим наши торговые места. Тем более понимая, что смотреть зомбоящик, и вы станете зомбиками. Но с теплой кровью. Итак, если вы хотите все-таки чуть-чуть сэкономить, то почему вам не приехать на Агаповскую центральную ярмарку? Вот. Вы здесь можете сэкономить и на автомобиле, вы здесь реально можете сэкономить и на товарах для дома. Как сюда заехать? Абсолютно никаких проблем. 10 километров. Причем лучше-то сюда и приехать. Я, конечно, понимаю, что вам хочется что-то купить в Магнитогорске. Это так. Но если вы хотите за товарами, то проще сюда приехать. И, к всему прочему, бытовая химия и павильон изобилия вам предлагают еще и скидку. То есть вы что-то здесь покупаете и получаете замечательные процентные набавки. В смысле, процентные набавки вычитаются с вашего кошелька. То есть чем ли это не смысл приехать сюда?